Здравствуйте, все! Рады вас приветствовать на занятии ArtNator в Zoom. Очень вам рады, наши дорогие участницы. Я напоминаю, что запись пойдет в YouTube, и поэтому те, кто присоединяется сейчас к нам на YouTube, мы вас тоже рады видеть. Вы будете видеть большую часть занятия, но какая-то часть занятия не будет в записи, потому что мы всегда оставляем возможность в конце занятия пообщаться, ответить на детальные какие-то вопросы. И поэтому вы увидите только большую часть занятия, но не всю. И мы приглашаем всех присоединяться к занятиям онлайн, потому что больше у вас будет возможности проработать ваши темы, ваши задачи. Мы рады видеть новых людей. А тот, кто смотрит нас сейчас, мы предлагаем вам либо проработать любое свое желание вместе с нами. Я выделяю время для практики. И пока идет ваша практика, на вашем экране заставка с цветочками. Это время, когда вы занимаетесь упражнением. Арт-нейтра – это фитнес для души. Мы тренируемся. И у нас уже есть результаты. Я хочу без имен пока, но я хочу сказать, что да, мне сообщают об очень приятных результатах, вплоть до того, что интервью на работу, вплоть до того, что получается что-то организовать и реализовать. И это очень приятно, потому что арт-нейтра позволяет сделать это легко и в приятной атмосфере. Поэтому я сейчас предлагаю вам сформулировать ваш запрос. Я напоминаю основные понятия. Желание должно быть настоящим, вашим, реальным. Это, в принципе, возможно именно для вас. Вот подумайте так. Не надо идти слишком далеко в какие-то желания, которые вы точно знаете, что ваше сознание будет блокировать это. То есть вы не поверите в это. Всегда нужно выбирать такое желание, которое действительно ваше, ощущать его и поверить в то, что с вами это может случиться. Поэтому всегда находите правильную формулировку вашего запроса. Происходит здесь и сейчас. Формулировка должна быть позитивная и детальная. То есть там всегда должно быть учитывано, что вам и комфортно, и хорошо, и радостно. То есть всегда составляйте так желание, вашу фразу таким образом. Пусть это будет несколько предложений. Не надо на поллиста. Это может быть 3-4 предложения. Ваше желание, но чтобы там сферически все было задействовано. То есть экологично, безопасно. Все от этого выигрывают. Вот такое желание. Итак, даю ровно минуту. Мы начинаем. Артнейтра. Время пошло. Увидимся через минуту. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, я надеюсь, что у всех сформулирован запрос. Теперь мы постепенно перейдем к каждому упражнению, которое мы делаем on the base. Это наш basic. Значит, следующее упражнение – чистый лист. Все, кто занимается с нами, знают, что это за практика. Практика по Рудольфу Штайнеру. Я это говорила и в предыдущих программах. Мы берем чистый лист, фокусируемся на чистый лист. И все наше внимание сосредоточено на нашем дыхании и на то, что мы смотрим на чистый лист. И просто наблюдаем свои мысли, но в них не задерживаемся. Пусть они проходят легко. Итак, взяли чистый лист. Время пошло. Увидимся через минуту. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Надеюсь, что у вас очень хорошо получается эта практика. Всем рекомендую делать это по ощущению, когда хочется, чтобы вы навели порядок в голове. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Можно это сделать и 10 минут, и 15 минут, как пойдет. Не обязательно минуты. Минуты – это очень мало, но для нашей практики этого достаточно. Мы идем дальше. Все знают упражнения, которые мы периодически делаем. Ярлыки. Мы сейчас будем снимать с себя ярлыки. Любые. Связанные с теми названиями, которые мы сами себе даем, или которыми нас другие люди называют. Вы помните это упражнение. Я для тех, кто не знает, напомню. Значит, вы говорите какой-нибудь свой ярлык. Например, я всегда говорю, я женщина. Да, я женщина, но я не только женщина. Я мама. Да, я мама, но я не только мама. И там могут быть такие ярлыки, как название вашей функции, что вы делаете в жизни. Жена, дочка или так далее. Или же может быть как прилагательное. Я умная, я красивая. Или наоборот, я некрасивая, я не умная. У кого какие будут возникать слова. То есть каждый же там внутри что-то по-своему мыслит. Поэтому снимайте все ярлыки. Сейчас неважно, хорошие или плохие. Снимайте все ярлыки. Ваша задача прийти к состоянию ноль. Частота. Занизить важность до нуля. Итак, вперед в космос. На минуту нам хватит? Для ярлыков. Давай минуту, потому что у нас еще много упражнений. Девочки, давайте активно, потому что это интенсивное занятие. Мы тут время не тратим. Одна минута. Время пошло. See you soon. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Значит, что нужно сделать? Даю на это две минуты или три даже лучше дать. Давайте три минуты. Это будет длинное упражнение. Кстати, подготовьте себе также вопросы, потому что потом я буду отвечать на ваши вопросы. А сейчас две или три минуты на список радостей. Все, что вам делает приятно и во всех мирах, да, то есть и в ментальном, и в телесном плане. Все, что вы любите, что вы любите, вам нравится, доставляет вам удовольствие. Вы записывайте в список. Ну, желательно, чем больше, тем лучше. Вот сколько успеете за три минуты, поищите. Кто не сможет составить большой список, это домашняя работа будет. Дополнить его. Мы должны знать, что нам делает приятно. Внимание. Три минуты, Свет. Видите, я со Светикой всегда советуюсь. Три минуты. Время пошло. Увидимся через три минуты. Продолжение следует... 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 Так, друзья мои, значит, сегодня я попросила Свету, она будет ассистировать, Потому что наши карты нуждаются в том, чтобы кто-то их еще помешал, кроме меня. Они хотят вот этого. Поэтому сегодня Света будет мешать карты сама, чтобы они у нас не повторялись. Каждый человек по-своему, в своем ритме мешает карты. Я просто хочу, чтобы у нас новые, может, какие карты вышли. И я поэтому попросила Свету. Света будет от Крайона. Сейчас мешает колону. Мне. Так, благодарю. Интересно. Внимание! Сосредоточьтесь на своих вопросах. Конкретный вопрос, который вас интересует. Я только напоминаю, как его задавать. Если я сделаю это или это, что будет? Допустим, стоит ли мне делать то-то, сё-то? Или, например, что поможет мне? В какой сфере мой ответ? Где я должна черпать энергию? Где мой ответ вообще? Потому что эти карты, они более такие, как бы, общие. Окей. Сосредоточьтесь на своем запросе. Я вас прошу пересматривать. Допустим, вы посмотрели какие-то, благодаря, кстати, хорошие, потом проверим. Вы потом пересматриваете те кусочки, где вам ответы идут. Потому что, я вас уверяю, вы не помните очень много информации, которую я вот сейчас даю. Потом просто вот на этих кусочках замерьте, когда это было, и пересмотрите свои ответы. А вот. А теперь ответ. Выберите одну из трех карт. One. Two. Three. Один, два или три. Даю ответы. Печка, конечно, спасибо. Ты хорошо помешала. Но вот эта карта была у нас уже. Все равно. Но не важно. А, я последняя мешала. Сейчас. Хорошо. Первый, второй, третий ответ. Значит, первый, кто выбрал. Тут часто в этих картах, это от краёна карты, да, тут очень часто вот слово Бог. Я всегда говорю, что вы можете, ну, перефразировать то, во что вы верите. Энергия, высший смысл, создатель, творец, как угодно. Природа. Многие любят вот это слово. Наука. Природа. Значит, Бог не принадлежит никому. Помните эту карту? У нас она выходила. Это человечество, одна семья на одной земле. Просто у каждого свои задачи. Ни у одного племени нет монополии на Бога. Когда все это поймут, на земле станет гораздо меньше проблем. Значит, тот, кто выбрал эту карту. Нет монополии на Бога. Ваша идея не значит, что это единственно верная идея. Она может такая быть. Может быть, ещё какая-то другая идея. Здесь речь идёт о том, чтобы научиться кооперировать с другими, несмотря на разницу в идеях и восприятии задачи. То есть, скорее всего, ещё это что может быть, что нет ничего нового под солнцем тоже. То, что вы сейчас создаёте, вы, конечно, создаёте. И то, как вы это делаете, это уникально. Но вы не создаёте колесо. Всё под солнцем уже было. Поэтому, ну, в пропорциях. Я думаю, это какая-то вот такая пропорция, чтобы вы нашли своё место в соотношении с этой задачей, над которой вы работаете. Возможно, вам нужно с кем-то работать немножко из других полей, из других сфер. Не доказывая, что вы единственно верный путь. Найти какой-то коллаборейшн. Тот, кто выбрал второй ответ, вторая карта откроена, не бывает смерти неуместной. Все мы любимы безмерно и собрались на земле не случайно. И всё это вы совместно запланировали, прежде чем попали сюда. Значит, как я вижу на сегодняшний момент эту карту для тех, кто выбрал вторую карту. Что-то должно уйти, что-то вовремя произошло. Допустим, что-то ушло из вашей жизни, пришлось оставить, покинуть. Вот тут написано, не бывает смерти неуместной. То, что происходит, происходит вовремя. Если вы чего-то по какой-то причине лишились, ну, там, работы или помещения, или ещё чего-то там, да, там, допустим, даже отношений, ничего страшного, это вовремя. И вы заранее знали, какую задачу выбрать. Вы создали эту ситуацию. То есть вам эта ситуация нужна. Это прежде всего нужно вам. Это ваше благо. Вот такой ответ. Теперь третий ответ. Нет, не думай, как человек. В тебе сокрыта способность творить всё, что захочешь. Прими ответственность за своё путешествие и, не совершая никаких перемен, руководствуясь страхом. Ну, разве не красота? Молодец же, Крайон. Потому что они там 30 лет назад эти карты напечатали, а всё ещё работает. Молодцы. Значит, не думай, как человек, в тебе сокрыта способность творить. Речь идёт про ваше, про ваше воображение, про силу вашего воображения. Вам дан интеллект. Прими ответственность за своё путешествие. Вот. Значит, очень точный момент. Девочки, не выбирайте из страха, выбирайте из вдохновения. Не от кнута, не от того, что просто страшно вы хватаетесь за что-то. А от фантазии вашей, от вашего воображения, от вашей мечты, от высшего блага, от лучшего. Понимаете? Вот эта карта сигналит думать с расширенного сознания. Думать не из вашего образа человечка, этой реальности, в которой мы живём, а как гораздо более высокое существо, обладающее большими способностями. И не руководствуйтесь страхом. Это я вам всем всегда повторяю, что одна из заповедей – не бойся. Просто не бойся. Вот. И вот такие три карты, очень красивые. Светик, спасибо. Всё-таки получилось. У меня, в принципе, только одна повторилась карта, остальные новые вроде. Наверное, важная. Да. Мне нравятся эти карты. Очень нравятся. Они очень милые. Они ни к чему не обязывают. Да. Да, они просто настраивают, и символика очень благородная. Поэтому, друзья мои, переходим к следующему упражнению, к семарону, нашему любимому актёрскому тренингу. Итак, в прошлый раз Зинаида возмущалась, что не было звонка по тапочку, звонка в ванну. Она сказала, что пользуется этим упражнением постоянно, и ей это даёт просто гениальные результаты, чему я очень рада. Итак, позвоним по тапочку. Значит, я напоминаю, у вас есть какая-то задача, вам что-то нужно. Вы звоните. По любому предмету. Это не обязательно должен быть тапочек. Вот у меня, к примеру, веер. У меня часто бывает. Вы звоните, набираете телефон и начинаете играть в разговор по телефону с очень влиятельным другом. И чем интереснее и веселее ваша игра получится, тем быстрее у вас будут результаты. Я напоминаю, что все семароновские игры должны делаться легко. Это игра. Как только вы начнёте делать это слишком серьёзно, это не будет получаться. Наша задача – находить вот ту грань лёгкости и волшебства. Поэтому звоним по тапочку. Две минуты. Жду вас через две минуты. Время пошло. Маджишу. 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 Маджиши. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я надеюсь, что вы в принципе это делаете, девочки, не только эти две недели, а вообще все время. Да? Это была домашка. Потом вы записали, мы в конце обсудим ваши шаги и что вы успели сделать. Прежде чем закончится это занятие, каждый из вас обязательно придумает шаг на следующую встречу. То есть, что вы сделаете за эти две недели для того, чтобы приблизить реализацию вашей мечты и вашей цели, исполнить ваше желание. Волшебники так работают. Они шаги делают. Да, они пашут. Конечно, просто на другом немножко языке. Итак, давайте посмотрим еще другую колоду карт. Светочка. Перернутой стороной, а то они там все подглядывают. Эти большие, да. Ощущения солнца. Я понимаю, большие. Да? Сколько не потушуешь, они правы большие. Окей, благодарствую. Хорошо. Очень интересно. Значит, смотрите, что сейчас делаем. Ваш вопрос делите на более маленький, детальный, на более конкретный вопрос. Сейчас будут другие карты, вы сможете уточнить то, что не поняли в предыдущий раз. Итак. Очень люблю эти карты, кстати, они классные. И очень важно сказать вам, девочки, все, что смогу сказать, что важно и верно на сегодняшний момент, я скажу. Но если у вас есть вопросы, непроработанные темы, вы всегда можете связаться со мной лично по имейлу. Ну, а у кого есть доступ к моему телефону, тоже может это сделать. Вот. А те, с кем я лично не знакома и хотят что-то узнать, есть личные консультации через имейл. Это будет в описании к видео. Я надеюсь, вот сейчас даю вам ровно полминуточки. Сфокусируйтесь, какой у вас вопрос. И выберите одну из трех карт. Раз, два, три. Какие хорошенькие. Окей. Друзья мои, первая карта. Чая-ничего. Такая, кстати, не выходила еще. По-моему, не выходила. Или, может, выходила. Большие перемены идут у вас в жизни, и вы способны их пройти. А вам нужно просто помочь себе в переходное время. Понять, что отпустить и куда направиться. Допустим, вы должны перебрать какие-то вещи. Что пойдет с вами в будущую жизнь? Потому что вот у вас большой change. То есть я не знаю, какой вопрос именно вы задавали. Мы потом можем это обсудить. Но именно в этой теме, в этом конкретном вопросе будет какой-то, ну, будет меняться кардинально. Маленький. Если бы это было что-то маленькое, оно бы не вышло. Такая карта сигналит о том, что идут большие перемены. Но вы способны это пройти. И, знаете что, получите от этого удовольствие. Это интересный процесс. Вы станете новым. У вас будет больше возможностей. Вам дастся больше энергии. Ну, просто нужно выполнить шажки. Домашку делать надо. Вот что. Второй ответ. Ваш ответ сокрыт в корнях. Это и семейные ценности, наш род, помощь наших предков, тролли-валли. Это все, конечно, зависит от того, как мы к этому относимся. Вот что такое дерево. Мощные должны быть корни. То есть я не знаю, что вы спрашивали, но вот как сегодня я это читаю. Нужен хороший фундамент. Для того, чтобы были пышные ветви, должны быть правильные корни. Посмотрите свой фундамент. Да, вот такой сегодня ответ. И третий ответ – аффирмации. Такая карта уже выходила нам. Это позитивные установки настроек, которые помогают вам проходить различные ситуации спокойно, гармонично и в хорошем настроении. У вас могут быть свои аффирмации, любые. Вот в этой теме, которую вы сейчас спрашивали, вам помогут именно утверждения. Возможно, это либо утверждение. Вот знаете, что это может быть еще? Допустим, это может быть еще убеждение ваше. System of beliefs. Тоже проверить. Но я так чувствую, что вам нужно поработать со словами, с правильными формулировками слов. Больше вот в этом вопросе. Наверное, знаете что? Мыслите позитивно. Не допускайте вот этих вот плохих каких-то установок. Если вы работаете над чем-то, значит, верьте. Потому что вам будет дано ровно то, во что вы верите. Если на вас аффирмации не работают, пользуйтесь своими инструментами. Но я думаю, что понятно, именно слова, именно правильные мыслеформы должны быть у вас для реализации этой цели. Это вот пока такие ответы. Окей. Интенсивно. Я же говорю, класс. Сейчас мы выключим на одну минуту, на две минуты запись. И вы, пожалуйста, достаньте свои таблички. Табличка Джо Диспенза. У всех, я надеюсь, есть такая табличка. Мы продолжаем работать над той же темой. Значит, повторить или нет? Ну, табличка есть по Джо Диспензе. Я думаю, вы-то точно знаете, кто занимается. А если кто смотрит нас, ну, что делать? Ну, наверное, тоже знают. С одной стороны чувства, с другой стороны предметы, которые символизируют, что вы достигли своей желаемой цели. Просто пройдите взглядом и представьте себе картинки. Почувствуйте ощущение. Вы уже имеете то, что хотите. Как вы себя чувствуете? Каким человеком вы себя чувствуете? Что вам говорят другие люди, близкие, чужие? Представьте себе картинки. Визуализируйте, как получается. Главное поймать ощущения. И чем больше будет деталей, запахи, звуки, цвета, чем ярче будет у вас вот эти все визуализации, тем лучше. Вот. Тем быстрее. Ну что, две минуты. Две минуты. Время пошло. Увидимся скоро. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Окей. Мы возвращаемся. Значит, возник вопрос, пока вы делали практику. Я это уже говорила, я озвучивала это. Я повторю. Для каждой темы отдельная табличка по Джоди Спензе должна быть. Потому что, если вы уже поменяли задачу, вы, допустим, работали в прошлом месяце или позапрошлый месяц над какой-то темой, а теперь у вас новая тема. Конечно, для каждой темы, для каждой цели отдельная табличка. Вы можете продолжать работать над тем же самым, если еще не материализовали. Или можете новое, но это ваша домашка. То есть, если вы знаете, что будете работать над какой-то конкретной целью, ну, заранее можете подготовить эту табличку. Если вы не успеваете на занятии, значит, придется оставить на потом. Так, теперь у меня такое предложение. Во-первых, даю полминуты, даже не буду выключать экран. На то, чтобы вы придумали задачу на через две недели себе, цель. Чтобы сдвинуть ваше дело с точки. Какой будет следующий шаг? Окей, есть, да? Теперь я сейчас выключаю уже, наверное, видео, потому что потом я буду раскладывать на рунах и буду отвечать на ваши вопросы более конкретно. Я думаю, все. На сегодня все. Мы просто в записи не хотим дальше. Есть упражнения, которые очень, как бы, личные. Они и очень хорошие, эти упражнения, и личные. Поэтому мы их не записываем. Ну, хорошо, было приятно с вами сегодня. Есть что-то добавить? Солнце-то хочет что-то сказать? Если кто-то хочет появиться на экране, может сделать это сейчас. Если нет, я выключаю запись. И мы с вами поговорим и поработаем. Форум пообщаемся, да? Выключаю, наверное, да? Спасибо большое, что были с нами. Всем исполнения ваших мечт. Любите себя. Любите этот мир. Верьте в людей. Мир может быть хорошим. Это так и есть. Всем чудесного настроения. Субтитры создавал DimaTorzok